Азербайджан и грузинские отношения, их перспективы обсудим с нашим гостем на связи со студией Азербайджан Мамедов, доктор юридических наук. Азербайджан, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер, Олег, добрый вечер, дорогие телезрители. Азербайджан, ну в целом отношения Грузии и Азербайджана могут служить примером того, как страны региона могут активно сотрудничать на благо и одной, и другой страны. Сегодняшний рабочий визит президента Азербайджана Ильхам Алиева в Грузию, и глава Азербайджана, и премьер-министр Грузии в целом говорили о тех направлениях, тех новых идеях, которые могут быть реализованы. А вот в каком направлении могут дальше развиваться азербайджанно-грузинские отношения? И если говорить о том, что отношения Азербайджана и Грузии это пример, может ли он быть экстраполирован на отношения с другими странами региона? Совершенно с вами согласен, очень справедливый вопрос. Азербайджанско-грузинские отношения могут на сегодняшний день являться примером для других стран региона, в том числе Южного Кавказа и в целом. Потому что мы знаем, что через Грузию на сегодняшний день реализовано несколько успешных проектов. Нефть и газопроводы, Баку-Тебилиси-Джейхан, Баку-Тебилиси-Рзурона и также срединный коридор будет реализован через Грузию. На сегодняшний день все главы государства и Грузии, премьер-министр Грузии и глава государства Азербайджана, президент Белхам Алиев, подчеркнули, что грузино-азербайджанские отношения на сегодня отличаются стратегическим партнерством. Но на самом-то деле мы с вами, в принципе, услышали сигнал на то, что эти отношения будут выводиться на новый уровень, на уровень союзнических отношений, скорее всего. Потому что для этого все предпосылки есть. И основная проблематичная страна региона Южного Кавказа, это Армения, должна, мне кажется, следовать, по крайней мере, делать для себя соответствующие выводы. Потому что, используя этот транспортный коридор, страна-транзитер, в данном случае, как Грузия, является очень серьезным бенефициаром от этих проектов. Никто этого не скрывает. И страна, которая на сегодняшний день проблематична не только для Азербайджана, а на самом деле со многими соседями, не наладившая еще соответствующие нормальные, дружеские, хотя бы соседские отношения, это значит Армения, она осталась в стороне от этих проектов. То есть она совершенно не выиграла, наоборот, проиграла. Потому что участие ее не обеспечено в этих проектах. Хотя Азербайджан последние, по крайней мере, два года очень активно призывает Армению к здравомыслию, к тому, чтобы понять, где выгодная позиция Армении, какие могут быть выгоды в будущем для Армении, какие могут быть упущения. Но Армения до сих пор, к сожалению, пока еще демонстрирует не совсем конструктивную позицию. Поэтому я совершенно с вами согласен, что эти отношения должны служить, могут и должны служить примером для некоторых стран нашего региона, в том числе первым делом даже для Армении и для некоторых других стран, которые, скажем так, отношения с Азербайджаном в данном случае может быть связаны с конфликтом с Арменией, иной раз демонстрируют не лучшим образом, не лучшие. Поэтому я этот вопрос рассматриваю с такой точки зрения, что, как было высказано в ходе рабочего визита Ильха Малиева в Грузию, со стороны руководства Грузии и Азербайджана, эти отношения на самом-то деле должны эксплуатировать... Значит, они как бы... Азербайджан рассчитывает на то, что Армения, Грузия, и Азербайджан, Грузия и Армения, они в новом формате могут развиваться... Значит, посредством Грузии могут развивать собственные отношения для того, чтобы, наконец-то, выйти на подписание мирного договора и урегулирование отношений. Азербайджан, ну вот президент Азербайджана, он говорил об этом и в Праге, и сегодня в Тбилиси о грузино-азербайджано-армянских консультациях. Ведь сама логика региона подсказывает нам о том, что три страны региона Южного Кавказа, и их сотрудничество, оно принесет очень ощутимые бонусы для всех стран, как это происходит и между Азербайджаном и Грузией. То есть азербайджанское руководство, президент Азербайджана, снова протягивает, скажем так, руку сотрудничества для армянской стороны. Как вы считаете, вот в соседней стране понимают, что сотрудничать и налаживать отношения с соседями это только в плюс, в том числе и для своей экономики? Конечно, мы с вами, если, скажем, анализировать события последних, опять же, двух лет, то, что происходит в Армении, в политических кругах Армении, в некоторые политические круги Армении, некоторые, они составляют небольшое слое, к сожалению, нам кажется, что они понимают пользу от этого, выгода от этого сотрудничества, которое может быть. Но, к сожалению, большинство политических кругов и сегодняшняя политическая элита, они, видно, не совсем осознают, а, может быть, идут на поводу некоторых реваншистских сил или ради удержания собственной власти, может быть, хотя с пониманием, может быть, в душе как бы относится к тому, что в Праге, встреча в Праге тоже, это была демонстрация того, что, в принципе, в высшем руководстве Армении есть понимание того, что на сегодняшний день нужно признать и согласиться с принципом суверенитета и территориальной целости друг друга, и это, в принципе, отправная точка, из чего надо исходить для того, чтобы в дальнейшем развивать отношения, отношения, связанные с делимитацией, демаркацией границ и подписанием мирного договора. Но, к сожалению, видно, какие политические разборки в Армении видно пока, что не позволяют высшему руководству, политическому руководству Армении согласиться с этой позицией, поэтому идет забалтывание этого процесса, идет затягивание этого процесса, подписание мирного договора, который сулит, на самом деле, очень большую выгоду для Армении. Азербайджан, большое вам спасибо, я благодарю вас за ваш комментарий, до свидания. До свидания. Я напомню, на прямой связи с нашей студией был доктор юридических наук Азербайджан Мамедов, мы обсуждали азербайджано-грузинские отношения и в целом заявление президента Эльхама Алиева о грузино-азербайджано-армянских консультациях. Продолжение следует...